Чистое будущее в чистом настоящем. В этом, как никто другой, уверены народные избранники. 50-я сессия городского совета депутатов начинается с посещения мусороперерабатывающего завода, строительство которого началось осенью 2021-го. Объект готов на 80%. Производственная мощность – 100 тысяч тонн сырья в год. Здесь получат вторую жизнь твёрдые коммунальные отходы из пяти районов – Бобруйского, Осиповического, Глузского, Кировского и Кличевского. Предусмотрена на заводе более глубокая переработка. Это пластиков на получение сырья для дальнейших переработчиков. Это гранула, которая будет использоваться уже иными производителями продуктов с полиэтиленов. Также на заводе предусмотрена часть перерабатывающих машин. Это по переработке древесных отходов. Следующий пункт программы – знакомство с реализацией проекта «Ремонт жилья регионального комплекса мероприятий». Депутаты останавливаются у дома на Минской 105. Здесь полным ходом идёт капремонт. Результат налицо. Фасад здания радует глаз свежими красками и новыми окнами в подъезде. Полностью меняют кровлю, утепляют перекрытие и шахту лифта. Апгрейд касается и инженерных сетей. Реновации подлежит всё – от силового электрооборудования до замены трубопроводов. «В прошлом году у нами было капитально отремонтировано 14 жилых домов, 75 тысяч квадратных метров площади. В этом году финансирование существенно увеличилось. У нас почти 20 миллионов на капитальный ремонт. В плане 21 дом – 89,5 тысяч квадратных метров. В этом году капитально отремонтировалось». В фокусе внимания народных избранников – комфорт маленьких бобручан. На Ульяновской, 70, открывают современную детскую площадку. Размер – 10 на 30 метров. Безопасное прорезиненное покрытие. Множество качелей, горок, турников. Здесь же домик, песочница и лабиринт. Предусмотрены удобные лавочки и освещение в вечернее время. В ближайших планах установка видеокамер. «Безусловно, радует то, что на этой площадке уже огромное количество детей. То есть, она уже сегодня востребована, дети пользуются ей. Все усилия были потрачены не зря. Это очень важно. И, безусловно, таких площадок в городе, кроме этой, появится еще восемь». «Мы очень благодарны. Конечно, мы долго ждали эту площадку. Наши детки в одной песочнице играли, а теперь у них столько снарядов. Спасибо большое всей администрации, что все-таки прислушались к нам, сделали нам эту прелесть». Работа депутатов продолжается в Бобруйском горисполкоме. На повестке дня контроль за выполнением регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025. В целом, городская система ЖКХ работает стабильно. Из 14 целевых показателей выполнены 13. Выручка организации выросла почти на 7% по сравнению с прошлым годом. В 2022 перевыполнен план по ремонту дорог на 23%. Асфальт уложили больше, чем на 267 тысячах квадратных метров. В этом году отремонтируют 157. «Выполнена замена 9 километров 870 метров тепловых сетей с применением предварительно изолированной трубы при задании 9,3 километра. На указанной цели бюджетом было предусмотрено 1 миллион 619 тысяч. Средства были освоены в полном объеме». Здесь же детально анализируется работа городской системы здравоохранения. Рассматриваются аспекты демографической безопасности. Не остаются в стороне проблемы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Обсуждается реализация ряда республиканских программ, нацеленных на развитие культуры, туризма и инвестиционной привлекательности города.